Так, уважаемые дамы и господа, спасибо большое за терпение. Мы имели краткую беседу с господином Мухадем Байгалибафом до начала нашей встречи и обсудили и перспективы вкратце российско-иранских отношений, и обсудили также вопросы, связанные с итогом визита председателя Собрания Исламского Совета. Нет нужды представлять господина Галибафа. Мы специально вам всем разослали семьи с тем, что вы могли ознакомиться. Сегодня председатель парламента выступит в нашей академии впервые, и тема выступления будет российско-иранские отношения. Мы исходим из того, что выступление будет где-то минут 20-25, а потом у нас будет возможность задать вопросы. Мы, естественно, будем стараться предоставить вам возможность из зала задать эти вопросы. Нас смотрят несколько тысяч человек. Это слушатели дипломатической академии, молодые дипломаты Министерства иностранных дел, ну и, естественно, все те студенты и слушатели, которые учатся в России по специальности международные отношения. Я исхожу из того, что мы сделали это выступление широким для доступа прессы. Так что можно будет цитировать все, что здесь будет сказано. И мы надеемся на то, что такие вопросы будут. Так что, сказав все это, я хотел бы предложить господину Галибафу начать свое выступление. Прошу вас, господин председатель. Во имя Бога милостивого, милосердного, уважаемые дамы и господа, уважаемый господин ректор, для меня большая честь присутствовать в вашем искреннем кругу, и чтобы у меня есть возможность провести обменениями с учеными, я этому очень рад. И сегодня тоже в Москве, в Дипломатической Академии России, при Министерстве иностранных дел России есть возможность поговорить с представителями российского интеллектуала. интеллектуала, я хочу искренне поблагодарить за... И хочу, я хотел бы в качестве председателя парламента Межлистерского Совета Ирана высказать некоторые моменты. Дорогие люди, Иран и Россия имеют очень долгую историю о взаимоотношениях, и в качестве две близкие географии и цивилизации прошли большую историю и имеют хорошее знание друг о друге. Но для лучшего понимания принятия определения политики, я хочу вас вернуть к современному приюду у Ирана. За последние 150 лет, после того, как Россия двигалась в сторону прогресса, это в то время, когда иранцы на самом деле ощутили знакомство с современным миром, можно очень много политические и общественные изменения наблюдать в иранском обществе. И иранцы всегда требовали две вещи. Это независимость и прогресс. И на самом деле, с моей точки зрения, динамичная ось нашего народа в новом периоде – это усилие для строительства независимого и прогрессивного современного Ирана. И требования народа Ирана в своем коллективном движении были основаны на отечественных ценностях, в том числе исламской культуры, а также торжественной традиции иранской земли. И в современном мире, чтобы Иран обладал независимостью и прогрессом. И для иранцев, которые проживали в различных исторических периодах, которые были предводителями науки и развития, и то, что Иран не находился в отсталости или зависел бы от иностранных государств, конечно же, это не было бы приемлемо и не было бы терпимо для Ирана. Не было и нет. Что касается коллективных усилий Ирана для реализации двух требований независимости и прогресса в современной истории Ирана, это во время конституционализма в 1906 году, а потом после этого, во время исламской революции в 1979 году. Что касается конституционализма, наряду с прогрессом Ирана, наш народ старался создать парламент, чтобы дать голос независимый для определения будущей политической системы и бороться с авторитаризмом внутри страны, а также с господством иностранных государств, и их ограничить. И создали институт парламента и таким образом предпринять шаги для развития. Хотя с переходом ко власти семьи и зависимыми от Запада это, конечно, требование не было реализовано. И американцы провели в 1953 году, в 1953 году провели переворот и даже Иран отстал. На этой же основе и на пике усилий Ирана для реализации данных целей и для того, чтобы Иран мог достичь независимости, и иранцы, конечно же, начали ограничивать и не стали терпеть вмешательства Соединенных Штатов внутри для Ирана. И выдвигали лозунги «Независимость» и «Исламская республика Иран», а также «Свобода». И на основе этих лозунгов старались двигаться вперед и хотели именно национальной независимости. И считали, что это в рамках национальных интересов Ирана. И то, что Иран испытывал за последние годы на основе строя Исламской революции, ничего не было, кроме обеспечения национальных интересов и отрицания иностранного господства. Исламская республика в качестве того строя, который вытекает из революции, это, конечно же, было отрицание колониализма и господства иностранного господства. Мы за 8 лет войны с Ираком во время режима Саддама Хусена с 1980-го до 1988-го года мы ощутили это, что, конечно же, требования независимости имеют свои вызовы. Но, тем не менее, мы от этого не отстали. Мы старались приближаться и двигаться по прогрессу. После окончания холодной войны и, так сказать, окончания двухполюсного мира мы видели, что Исламская республика Ирана всегда была привержена подходом принятия независимых решений и никогда не принимала односторонних действий и, наоборот, защищала многосторонность. Это факт, что народ, который имеет очень блестящую историю, не может принять, чтобы другие могли бы господствовать над международной системой и определяли бы для нее свою политику. Уважаемые дамы и господа, уважаемые ученые, после этого исторического опыта независимость и прогресс для Ирана всегда их волнует. Эти две вещи, то есть независимость и прогресс, всегда присутствуют и присутствуют в головах иранцев. И это имеет неразвительную связь. Поэтому внешняя политика Ирана за последние годы сформировалась. И я думаю, что правильный путь в гречной политике это движение в сторону реализации как раз этих двух целей. С моей точки зрения, сохранение независимости и усилия к прогрессу страны, конечно же, должны стать двумя целями внешней политики Ирана. И как раз эти две вещи могут стать очень большим фундаментом в отношениях Исламской республики Ирана и Российской Федерации. Мы, конечно же, воспринимаем независимость как изоляцию. Нет, мы видим независимость перед господством. Мы считаем, что наша независимость это отрицание американских западных односторонних действий. И как раз мы защищаем многосторонный подход, который основан на справедливости для народов мира. И это, конечно, мы считаем, что у каждой стороны есть свои суверенные права. Мы считаем, что этот мир должен двигаться в сторону многосторонности. Это тот подход, который и в Иране, и в России за последние годы отслеживается. И мы считаем, что одна из общностей Ирана и России это, конечно же, реализация такого подхода, многосторонности. И мы считаем, что внешняя политика должна быть на службе развития экономического прогресса государства. И это очень серьезная необходимость для Ирана. За последние годы американцы прикладывали усилия, вводя санкции по различным причинам остановить движение Ирана для достижения своих целей. три европейские страны, нарушая свои обязательства и следуя за американской политикой, конечно же, и оставили Ирана наедине для устранения проблем по достижению своего прогресса. И против нас вели санкции, и другие создали для нас другие проблемы. Но, тем не менее, вместо раздвигаться, конечно, санкциями ввести урон нашей экономики. Но наша экономика по-прежнему имеет очень мощные возможности. И с учетом тех или иных препон двигается по восстановлению и реабилитации. Поэтому, идя по пути развития прогресса и развития торгово-экономических отношений, это, конечно же, приоритет внешней политики Ирана. Мы считаем, что экономический прогресс это невидимый, это в зависимости от Запада или отступить перед ним. Нет, мне кажется, что уделение внимания к нашим соседним сторонам и дружественным сторонам, как России, это, конечно же, будет как раз помощь в реализации наших поставленных целей. У нас есть национальный опыт по достижению СВПД и ядерные договоренности. Там вводили огромные ограничения по нашей ядерной программе. и все равно они не думали, что достигая этой договоренности снимутся санкции и путь будет гладким для развития экономики Ирана. Но, тем не менее, они этого не сделали. Они, наоборот, оказали максимальное давление со стороны Трампа и американской администрации вдвое усилились до достижения этой ядерной договоренности. Хотя у нас есть позитивного даже опыта от времени демократов. Во время Обама демократов было, когда они тоже начали нарушать свои обязательства по СВПД. Поэтому в реальном взгляде мы не ожидаем, что проблемы экономические Ирана с переходом Байдена в США эти вопросы снимутся. Эти проблемы должны на основе новых подходов решаться. Некоторая часть наших экономических проблем возвращается к внутренним вызовам. Я имею в виду современный подход. Это, конечно, нужно сделать, чтобы экономика была народной и реализовать политику облегчения торговли и снятия перепон по производству в самом Иране. Но эти новые подходы в обычной политике основаны на развитии отношений с соседними странами, а также дружественными странами, в том числе Российской Федерации должна быть на этом сконцентрирована. И мы на основе понимания, которое основано на политической географии и геополитической политике, я считаю, что 21 век это век Азии. И очень многие главные вопросы в мире, которые ранее в трансатлантических отношениях, в американских подходах определялись. Я хочу сказать, что в будущем в Азии и Евразии эти вопросы будут решаться. Элементы силы от населения до экономических ресурсов, возможности по производству и потреблению, также технология, конечно же, накапливаются они в Азии. и поэтому появившиеся силы, появятся новые силы в Азии. Что касается отношений Ирана и России с учетом своих геополитических положений, конечно же, будет самыми главными отношениями в этом регионе. Настало время бросать взгляд на отношения между Тегераном и Москвой с исторических отношений, бросает взгляд на стратегические. Я хотел бы отметить, что во время этого визита я ввез важные послания верховного лидера Исламской республики Иран, его светлости Айтолла Хамени, адресованные уважаемому президенту России и его происходительству господином Путином. И стратегическое сотрудничество Ирана и России может охватить все направления и по безопасности экономики региональной повестки и обороны. И можно этот уровень повысить. Исламская республика Иран считает, что Тегеране и Москва могут посмотреть на 20-летнюю и 50-летнюю перспективу. Давайте вместе будем размышлять над этим. Мы считаем, что есть возможности для сотрудничества с Россией. Этих возможностей очень много. Надо наше сотрудничество по региональной повестке дня, которую мы начали очень хорошо и успешно в Сирии, которое сотрудничество привело к поражению террористов. Мы надеемся, что тоже в дальнейшем будет развиваться и мы найдем новое направление для этого сотрудничества. Экономическое сотрудничество Ирана-Россия и регионов может привести к развитию двух стран. И среди других возможностей экономического развития Ирана-России это продвижение нашего взаимодействия в рамках ЕАЭС. В рамках ЕАЭС и этот союз является беспрезидентной возможностью для развития экономических отношений между Ираном и Россией, для их повышения. Поэтому активизация МТК Север-Юг тоже может способствовать развитию наших связей. Россия является влиятельным партнером Ирана в реализации СВПД. И поэтому мы уделяем особое внимание российским озабоченностям. Изменения в Белом доме никаких изменений не внесет в наши отношения. И даже наоборот думаем, что наше сотрудничество, которое осуществлялось в прежнем трудном периоде, которое было очень хорошим, мы даже наоборот думаем, что надо это укрепить. Мы не ожидаем, чтобы они занялись решением наших вопросов. Это сотрудничество с нашими друзьями как раз может привести к поиску новых путей решения наших вопросов. И одна из тем, на которую обе стороны обращают внимание, это изменения на Карабахе, а также и недавней войны на Кавказе. и на этой войне мы конечно мы подчеркивали возврату азербайджанских земель этой стороны, этой стороны мы даже обращали внимание на обеспечение меньшинства этой стороны. И для нас этот вопрос был важным. Продолжение этого конфликта могло бы создать вопрос безопасности на северных границах Ирана. И то, что Россия прикладывала усилия к тому, чтобы положить конец этой войне как можно скорее мы этим довольны. Но мне кажется, что есть спящие угрозы в этом регионе. Я имею ввиду, надо препятствовать присутствовать экиферийских сил в этом регионе. Деструктивную роль сионистского режима надо на это обращать особое внимание. И в том числе те вопросы, которые могут быть поставлены в повестке дня Ирана и России. Это формирование сотрудничества между странами региона на Кавказе. Поэтому я думаю, что здесь тоже есть большие возможности в иранно-российских отношениях, которые, конечно, по различным направлениям мы можем активизировать. И одна из этих тем, это новый механизм для ускорения экономических отношений. это тема, которая, конечно, на первом этапе, на втором уровнях страны должны быть достигнуты договоренности. Еще одна тема, это создание финансового и торгового хаба между Ираном и Россией, которые бы способствовали развитию торгово-экономических связей между нашими сторонами, облегчение финансового взаиморасчетов, а также и проведение бартерных операций, с тем, чтобы наши предприниматели могли бы легче вместе сотрудничать. Уважаемые дамы и господа, господин председатель, господин ректор, в конце хочу вас поблагодарить за то терпение, с которым вы меня выслушали. И я надеюсь, что таскетеранские российские представители интеллектуалов мы будем свидетелями хороших плодов сотрудничества представителей интеллектуалов Ирана и России. Желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо большое, господин председатель, спасибо большое за содержательное выступление. Оно касается не только широкой международной повестки дня и в том, как видит Иран международные отношения, современный мир, но также дает высокую оценку российско-иранским отношениям с особым акцентом на практическое сотрудничество. В частности, я бы хотел выделить то, что есть неплохие перспективы развития и экономического, и инвестиционного сотрудничества между нашими двумя странами, то, о чем вы говорили в самом конце. Уважаемые дамы и господа, сейчас есть уникальная возможность задать вопросы, у нас есть определенное количество времени для этого, и я бы тогда с вашего позволения начал бы из присутствующих в зале, ну а господин председатель будет сам выбирать, кого он хочет, кто задаст вопросы. Так, прошу. Я к вашему услуге, пожалуйста. Прошу. Добрый вечер. Я проректор подучной работе Дипломатической Академии Иванов. Господин Галибов, большое спасибо вам за ваше интересное выступление. Вы отметили о том, что внешняя политика должна быть на службе экономического развития страны. Я думаю, относится это как к Ирану, так и России. И в связи с этим у меня такой вопрос. Как вам видится перспектива экономических взаимоотношений между Ираном и Россией? Спасибо. Вы знаете, я верю в то, что всеми возможностями, которыми мы обладаем для обеих стран, для двух наших государств, эта перспектива, она ясная, хорошая. Я имею ввиду в сферах торговли, в сферах технологий, промышленности, в научной сфере, а также в сфере университетского сотрудничества, технологий, как я сказал. Особенно вопрос МТК Северюг, а также ЕАЭС. Это, конечно же, этот перспектива может быть очень хорошая. Но, как вы знаете, здесь два больших препятствия. Это пандемия, а также и еще односторонное давление Соединенных Штатов. Я имею ввиду те санкции, которые они ведут и против нас, и против России, а также против Китая. Я говорил, я имею ввиду возможности в Азии, в Азии. Это, конечно, мне кажется, вот такая стратегия будет иметь таких же недоброжелателей. Но будущее абсолютно ясное. Но кажется, что мы для реализации данной цели, конечно же, должны преподавать удвоенные усилия на практике. Сегодня наш торговый оборот, конечно же, неприемлем. Мы больше этого можем сделать. Даже в недавнем, даже за последние годы, когда мы присоединились к ЕАЭС, абсолютно четко показывает, что торговый оборот по сравнению с тем, что было, даже с учетом коронавируса и санкций, у нас был рост больше 50%. Мы надеемся, что в будущем мы увидим этот рост еще вдвойне. Поэтому непременно я перспективу вижу очень хорошей и я оптимист. Уважаемый господин председатель, моя фамилия Карпович, я возглавляю НИСУД актуальных международных проблем Дипломатической Академии. Наш институт непосредственно работает с Министерством иностранных дел. Мы готовим аналитические материалы для нашего министерства. И в этой связи я хотел бы вам задать такой вопрос. Уважаемый господин председатель, во время вашего выступления вы неоднократно упомянули совместную СВПД, упомянули эту программу. Скажите, пожалуйста, как вы, как доктор политических наук, мы знаем, что вы действительно очень хороший эксперт, поэтому как эксперт, как вы оцениваете, будет ли возможность у новой администрации США, у Джозефа Байдена вернуться к СВПД? Спасибо. Знаете, это их выбор, это их выбор. Они должны принять решение вернуться к СВПД или не вернуться. Это наша позиция, поэтому вопрос абсолютно четкая и транспарентная. Второе, это цель, о которой говорил я выступление, я имею ввиду независимость и прогресс, это как раз это то давление, абсолютно то давление, которое США и сионистский режим оказывали на Иран, это абсолютно для того, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы мы были независимыми и достигали прогресса. Именно в части ядерной промышленности. И когда Иран смело вошел на арену и смело сотрудничал с МАГАТЭ, и МАГАТЭ в 15 последовательных отчетах говорил о том, что вся деятельность мирная и под наблюдением агентства это реализовывается программа и американцы, и европейцы, и Китай, и Россия 5 плюс 1 и они дали обязательства. Мы потом после этого абсолютно видели, что и правительство Обама после того, как они подписали ядерную договоренность, они не стали реализовывать и выполнять своих обязательств именно по части снятия санкций. И опять мы увидим, что демократы и Байден, которые тогда же, в тот же день были, они входили в число приговорщиков и тогда был вице-президентом. Мы надеемся, что если они не выдвигают лозунги и не говорили о том, что глобальный мир и так далее, и не видели бы только своих интересов, они конечно же быть привержены резолюции Совета Безопасности, а также быть привержены договоренности стран 5 плюс 1. И мы тоже очень транспарентную позицию заняли. Мы сказали, что когда США и Байден реализуют и выполнят свои обязательства, я имею ввиду практическое снятие санкций, чтобы банковские операции могли бы осуществиться без санкций, чтобы мы могли бы продать нефть, и чтобы наша торговля вернулась в обычное русло, и они могут вернуться в СВПД, и мы тоже тогда в рамках СВПД те снижения обязательств, которые мы имели, мы даже считаем, что 21 февраля соглашение о всеобъемлющих гарантиях инспекции согласно 35-36 параграфу СВПД там написано четко и ясно, что любая из сторон, если не выполнить своих обязательств, противоположная сторона тоже может снизить уровень своих обязательств. Поэтому мы, конечно, снизим уровень наших обязательств, и когда они выполнят свои обязательства и вернутся в СВПД, тогда мы тоже вернемся к обычному выполнению своих обязательств. Сирия. Спасибо большое. У меня есть один вопрос, пользуясь близостью к председателю Сирия. Кровавая война. По большому счету нам удалось победить терроризм в Сирии не до конца. Но, тем не менее, налицо стабилизация и развитие страны. В этом процессе активное участие принимают и Россия, и Иран. Как вы видите, как политик и человек широкими взглядами, можете ли вы, как вы видите, перспективу дальнейшего развития ситуации в Сирии, политической, экономической сфере. Такой взгляд как бы на 5, на 6, на 7 лет. Это очень большой срок по временам конфликта. Но, тем не менее, к сожалению, нам приходится мыслить такими категориями. мы верим в том, что, во-первых, внутренняя политическая ситуация в каждой стороне зависит от любой самой стороны, от народа, правительства того же государства. Мы ценим, что это зависит, это право, это право любого народа. Ситуация зависит от самих них. Но мы видели в целом комплекс тех помещательств, которые американцы осуществляли на Ближнем Востоке, на Северо-Африке. И чем они закончились? Это сами американцы сказали, как они формировали террористов, как они их распространили по региону, как они их поддержали. Вы видели, да, предвыборные кампании, вы видели, как они занимались этими вопросами и о них говорили. И если регионально не было региональных стран, не было той помощи, которую мы оказали по просьбе самого правительства Сирии, я имею в виду, помощь, которой мы оказали ими в движении России. И поэтому если этой помощи не было, все дестабилизировали ситуацию, раздували бы то, что они сделали в Афганистане, в Ираке, в Йемене, в Сирии, их действия, которые они предпринимали, это были осуществлены именно вне региональными государствами. И сегодня именно которые оказывают сегодня вести настоящую борьбу с терроризмом и ту борьбу настоящую, которую Иран и Россия вели в Сирию, конечно, мы смогли вести спокойствие в Сирию, они провели парламентские выборы, в будущем будут президентские выборы, и народ Сирии сам будет решать свою судьбу. И на самом деле говорят, что Россия с точки зрения экономических вопросов, Сирия с точки зрения экономического развития с учетом пандемии, конечно, нанесено очень большой ущерб. Но если американцы не усилят террористов в Сирии, мне кажется, что в какое-то определенное время мы увидим более спокойную ситуацию в Сирии. Но тем не менее, тем не менее, что региональные страны, конечно же, должны уделять большое внимание. Пока американцы присутствуют в регионе и будут реализовывать свои односторонние действия, конечно, постоянно мы будем наблюдать дестабилизацию, присутствие террористов. И даже где они сами считают необходимым, даже они сами напрямую будут осуществлять государственный террор. Они, так сказать, вы видели, когда генерал Сулеймани мученически погиб. Они напрямую это сделали и даже приняли на себе ответственность. Поэтому это было очень цинично. Цинично они совершают преступления. Поэтому то, что мы стоим на своих ногах, проявляем стойкость, это, конечно же, говорит о том, что эти сдержки, которые американцы навязали народам региона, они как раз должны, конечно же, в обмен на это покинуть регион. Покинуть регион. Спасибо большое. До того, как я дам слово присутствующим, я вот только что получил, нас смотрят свыше 4 тысяч человек, ну, естественно, что смотрят все студенты и слушатели дипломатической академии. И вот один из вопросов, который с моей точки зрения я выбрал просто, я думаю, что он будет интересен для всех. Как вы видите перспективу регулирования ситуации в Емени? Мы слышали заявление Белого дома о том, что, в общем-то, пора заканчивать этот конфликт. Было очень много обвинений со стороны Саудовской Аравии американцев в отношении Ирана, но сейчас, конечно, политика Белого дома меняется. И вот как видится этот конфликт на сегодняшний день с точки зрения Тегерана? Вы знаете, политика настоящая, которую мы услышали и на словах сказали и в своих речах, они говорят, что да, мы будем двигаться в эту сторону. Но если вернуться что-то назад и сделать анализ процесса последних год, я имею в виду конфликт, который был и существовал в Йемене, мы, естественно, получим свой ответ. Видите, вот объем оружия и оборудования, военные техники, которые американцы предоставили Саудовской Аравии и атака на народ, на детей, бомбардировки населенных пунктов, которые были сделаны, мое поведение американцев и Трампа, даже вот эта картина, как они передавали оружие Саудовской Аравии, мы видели. Поэтому они народ в качестве представляли в качестве незаконных и террористических группировок. Хотя мы, конечно же, поддерживаем мир и спокойствие в Йемене. Мы считаем, что в Йемене должны быть мир и спокойствие, но мы, конечно, должны позволить, чтобы сам народ в соответствии с местными законами сами не решали бы свою судьбу и препятствовать вмешательству извинений. Поэтому вопрос, связанный с Йеменом, конечно, там всегда вопрос, мы готовы к диалогу и к приговорам по данному вопросу. Спасибо большое. У нас есть время еще для нескольких вопросов. Кто-нибудь из зала? Прошу. Добрый день. Спасибо за ваше выступление. Я являюсь студенткой факультета международных отношений и представляю международную модель ООН, Дипломатической Академии, Министерство иностранных дел. У студентов и участников конференции такой вопрос. Как вы видите перспективы урегулирования в Сирии? Спасибо. 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 Знаете, одна из тем главных и важных связанных с Сирией это вопрос, конечно же, вопрос переговоров, переговоров, которые проходят между Ираном, Россией, а также и Турцией, проходит между Ираном, Россией и Сирией, и Турцией в Сирии в остальницком формате. И это, конечно же, сделало так, что благодаря этому процессу установлена стабильность в Сирии. Потом еще вопрос, вопрос Конституции Сирии. Там тоже идет обсуждение этого вопроса. Там есть спецпосланники ООН в Женеве, и там сидят различные сирийские группировки с тем, чтобы поговорить насчет будущей Конституции Сирии. Я думаю, что если не будет вмешательства США в Сирии, а также и односторонных действий США, о которых я говорил, и если позволим, чтобы сами сирийцы обсуждали свою Конституцию, и в свое время будут проведены президентские выборы, я на предыдущем вопросе тоже говорил, конечно же, это все приведет к тому, чтобы мир и спокойствие вернуться в Сирию. Но, конечно же, все стороны ООН должны оказать помощь и Сирии, и Йемену, для того, чтобы восстановить страну, реабилитировать экономику. Конечно же, здесь необходима международная помощь, помощь, содействия. Еще буквально два вопроса, пять минут. Кто-нибудь еще будет задавать вопросы? Если нет, то у меня есть вопрос, который пришел сейчас мне по СМС, вопрос от бизнеса. Бизнес российский интересуется, какие преференции может предоставить иранская сторона российским компаниям, с тем, чтобы привлечь развитие торгово-экономических связей? Знаете, одна из возможностей хороших в Иране в сфере инвестиций, это одна из хороших сфер инвестиций, это инвестиции в энергетику, а также ископаемые энергетики, это развитие развития дневной сферы, а также и промышленности, горнорудной промышленности, и здесь, в этой части, есть очень хорошие возможности. В части сельского хозяйства тоже хорошие возможности и ранее существуют в сфере стали, а также различных сфер, именно создания инфраструктур, конечно же, сегодня в сфере транспорта и вести в транспорт и здесь, конечно же, тоже может стать эффективным, очень может стать эффективным. И одно из наших усилий как раз направлено на эту сферу, особенно в ЕАЭС, мы прокладываем усилия к тому, чтобы мы осуществляли взаимные инвестиции. Я сегодня утром тоже встретился с председателем ЕАЭС и одна из наших главных важных целей у нас это проведение осуществления взаимных инвестиций. Поэтому доступ, который есть в Иране для торговли и доступ к морским путям и возможность, которая есть в сторону субконтинента, в сторону Востока Азии, что по железной дороге, что по морскому пути, это все эти возможности, которые, конечно, можно в Иране в этих частях, конечно же, инвестировать. Поэтому есть такая готовность и одна из главных целей тоже моего визита и в начале прилета в Москву я провел совещание. Это как раз первое совещание и встреча это была с предпринимателями, российскими предпринимателями, которые работают в Иране. И они мне говорили о своих проблемах, они говорили о своих вопросах. И мы сделаем так, чтобы эти контакты сделать более точными и лучше. Спасибо большое, господин председатель. Я знаю, что у вас времени больше нет, но до того, как я попрошу вас подписать книгу почетных гостей Дипломатической Академии, давайте поблагодарим председателя Академии. Спасибо подпишитесь Академии, great With К katамя's okay, поехали к Продолжение следует... 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 Продолжение следует...